По-моему, когда-то очень давно, на детстве, я надеюсь, несложно, приходила сюда домой или как на дачу. В принципе, это ощущение также сохранялось, хотя я сюда прихожу на работу. Я провела на кладбище все детство, потому что у меня умер родственник, и моя родственница постоянно ездила на кладбище, и мы постоянно торчали там. Как-то помню, я легла на плиту, вот такого родственника, только без полости, и уснула там. И приснился мне сон. Это был как бы сосед моего родственника, ну, сосед, если можно так назвать. Помню, мне приснился сон. Этот человек, то есть полная тьма, этот человек выходит и дарит мне красный мак. Так, что-то слишком людно тут. Пиздец, как людно, если честно. Вот, раньше такого не было, раньше сядешь и только, не знаю, только тот, с кем ты пришел, тот и придет, а никто больше не подойдет, а тут прям вообще люди ходят и ходят. Ну, так вот, этот человек выходит, дарит мне красный мак или красную, я не помню еще. Мак, кажется. Да, мак. И начинает со мной говорить, то есть, привет, там, то, что я думала, как ты, и всякое такое. Я ему говорю, что я знаю, что-то он лежит тут, и спросила его, что-то я помню спросила такое, я уже точно не помню. Сейчас скажу, будет холодно, мозги мерзнут. Помню, я его спросила, почему его могила такая неухоженная или что-то еще, приходит ли к нему кто-то. Он сказал, что его мать давно умерла и что ему некому его вообще посещать, что-то такое. И на самой интересной ноте у меня будет моя родственница, которая тоже недавно умерла. Вот, как раз. И буйными пиздюлями. Она говорит, что нельзя так делать, ни в коем случае, я твоей матери расскажу все, что было. Вот, ну, по-моему, она не рассказала ничего, так просто пригрозила мне и сказала, что нельзя так делать. А потом уже в возрасте, в своем, я узнала, что так общаются с мертвыми, то есть ложатся на их могилу и как бы засыпаются, ходят в осознанное сновидение или еще во что-то. Вот, а второй случай, самый запомнивающийся из моего детства тоже. Я, опять же, на той же могиле с моего родственника жду, пока с ведрами воды придет моя, ну, она мне не родная просто. Ладно, это сути дела не меняет. Вот, и вдруг я слышу какой-то адский прям шорох, что-то бежит. Что-то бежит. Вот, я погибаю машинально на свои ноги, вижу огромного муху или зайца, или кролика с красными глазами. То есть он был серый, темно-серый и с красными глазами. Я не знаю, есть ли такое. Вот. Ну, то, что кролики могут водиться там, возможно, но не таких огромных размеров. И его гонят две собаки. Это, значит, было как, я не знаю, я очень ужасно почувствовала страх, потому что он именно пробежал под моей скамейкой. Вот, почему он именно ко мне пробежал, я не понимаю. Я ощутила что-то жуткое в этот день, как будто это было не кролик, а какое-то существо, которое превратилось в кролика. Это был ненормальный кролик. Это второй случай, который произошел. А так ярких таких штук не было. Еще скажу одно, что иногда так ходишь, и идет якобы живой человек, или фиг знает какой. Ваз поворачиваешься, а его уже нет. То есть тут тени ходят такие, где-то и как люди живые. Вот, ладно, я, в принципе, не собиралась записывать это видео. Кар-кар-кар, да? Вот. Мертвые меня спасли сейчас от живых, потому что раз в пять минут один человек. Но это не кладбище, это вообще что-то не то. Но я попросила укрытие, и меня они завели сюда. Хотя бы не вижу никого вокруг. Но все равно озираюсь. Вот. Только собаки гавкают. Ну все, наверное, я закончила все свои дела здесь, и поэтому могу покидать это место. Хотя мне тут очень нравится. Оно такое медитативное, медитативное. Говорю, язык примерз к небу. Все. Минусовая температура. Так, ладно, все, я ухожу. Пока. Надеюсь, вам понравилось это мини-видео. Или не знаю, насколько оно выйдет. Пока. Пока.